Почти нулевая, брат. Это зависит от настроения, в нужное место ты попадешь или нет. Это вот очень, ну это очень маленькая вероятность, брат. Я просто стараюсь не смотреть ничего из донатов, потому что иначе потом заваливают донаты видосами, прослушиванием музыки, передаванием приветов и так далее. Поэтому я стараюсь, сейчас я на другой экран выведу все донаты и чат. Короче, я так рассчитал, я понял, что квартира, которая мне нужна, она нужна, ну достаточно большая, естественно, чтобы на всякий случай есть там диете, там вся вот эта история. Это, ну, трешка должна быть 90 метров. От 90 метров трешка от примерно 90 метров. Средняя цена, наверное, это 40-60 миллионов рублей. Давайте возьмем среднюю, 50 миллионов рублей. Я в аху, что я такие суммы говорю, блядь. Ну как это может, как квартира может стоить столько денег, блядь, просто бред ебучий. Так. Просто, вот калькулятор, я не знаю, это рандомный. Ставка сейчас средняя 19-20%, да? Да. Стоимость недвижки. 50 миллионов рублей. Еще один нолик. 50 миллионов рублей. Первоначальный взнос. Вот, допустим, сколько денег я сейчас готов отдать? Ну, допустим, чтобы не продавать там, ну, просто вот, допустим. Плюс-минус. Обычно сколько дают? 20%. Дамаскин, привет, брат. Сори, что я на тебя там напиздел, я надеюсь, что ты не обиделся. 50 миллионов рублей. Обычно 20%. 20% из этой суммы, это сколько? Это 10 миллионов рублей. Первоначальный взнос 10 миллионов рублей. Вот я сейчас отдаю, чтобы взять условную ипотеку, отдаю 10 миллионов рублей. Это первоначальный взнос, следовательно, сумма кредита 40 миллионов рублей. Допустим, мне надо ее взять, ну, давай так. 40 миллионов рублей. В месяц я зарабатываю около 250 тысяч рублей. Это сколько мне нужно? Братам, спасибо тебе большое. Привет, Гога. Дорога. Здорово. Ну, допустим, неважно, сколько я зарабатываю месяц, С такими ценами на аренду очень тяжело приезжим в Москве. А как быть тогда вообще? Нет, аноним. Не-не-не-не, смотри. Это я говорю для людей. Грандиозные иксы. Краш, кейсы на сайте UpX. По-моему, промокоду получи бонус на баланс. Зажравшихся, кто поднял уже свой уровень жизни. И кто хочет жить в хорошем ЖК с охуенным сервисом. А квартир в Москве куча дешевых. Это факт. Если ты хочешь очень дешево переехать, то тебе придется снимать студию маленькую на окраине Москвы. И ты ее можешь снять за 40 тысяч, за 50. К сожалению, вот такие цены. К сожалению, вот такие цены. Ну и вот, допустим. Хата 50 лямов. Первоначальный взнос 10 миллионов рублей. Срок кредита. Я не хочу, вот условно, 20 лет я не хочу. Это пиздец какой-то. Допустим, я вожу 5 лет. Процентная ставка 20%. Блять, 20% ставка. Это просто пизда. Работать, строить отношения, думать о будущем. Но при этом еще до сих пор ощущаю себя ребенком. Что делать? Ебать, шоу мне играет. 19 лет ощущаю на себя ответственность, будто мне уже лет 30. Нужно учиться, работать, строить отношения, думать о будущем. Но при этом еще и до сих пор ощущаешь себя ребенком. Что делать? Братан, это вот такая вот закалка жизни, к сожалению. Это так и есть. Но я очень рад, что ты в 19 лет это осознаешь. И у тебя есть уже эти мысли. Потому что многие этого не осознают. И мыслей этих нет. И одумываются уже тогда, когда им по 25. А уже все, ебать. Уже все. Ну как все? Не все нихуя. Можно в любом возрасте всего достичь. Но ощущение, что самый такой активный возраст. Это вот, наверное, там с 16 до... Не знаю. Ну с 16 и плюс там 8 лет. Баннер? Сейчас. Блядь, подождите. Дайте я выключу ТГ. Заебали мне писать. А где телеграмму? Все, выключил ТГшку. 5 лет. Это что такое? Платеж, вариант ежемесячного платежа по кредиту. Когда размер ежемесячного платежа стоит с постоянным на всем период. Так, ну вот, да. Дефолт. Рассчитать. Ну это рекламное, наверное, предложение. Но вряд ли это так работает. Ну вот. 5 лет ежемесячного платежа в миллион рублей. За 5 лет проценты. 23 с половиной миллиона рублей процентов. Ну вот, просто, блядь. Ну вот, просто, блядь. И еще проценты. Ты так платишь, сука, умно, что в начале ты платишь. Видите вот эта шкала прогресса? Вот это вот нижняя, это стоимость квартиры. А вот это процент банку. И ты видишь сначала, сколько ты отдаешь банку дохуя? Смотри, первый месяц. 666 тысяч банку, 393 это квартира. И вот так вот разделение, понимаешь? Если ты вот здесь вот захочешь продать. Свой кредит. Продать квартиру и свой кредит. То банк пиздец выгодит. И вот, это я просто понимаю, что, ну, как будто, да нахуй мне эти... Мне нахуя переплачивают 23 миллиона. 23 миллиона это... Это минимум 4 охуенных квартиры в электростале. Минимум. Я могу всей своей семье по квартире, блядь, купить. Вот за проценты. Но это же, блядь, хуйня собачья, блядь. А что, если я решу на 10 лет? 52 миллиона рублей. 52 миллиона рублей. Процент по кредиту за 10 лет. На хату, которая стоит 50 миллионов. То есть ты x2, блядь, платишь. Давай тебя полюбить, в темноте ночной как лампа. То есть ты вот... А проценты, смотрите, ежемесячный платеж почти такой же. 773 тысячи, а если я беру на 5 лет, то... Миллион 59. То есть на 300 тысяч больше. Епло. Леха, привет, как здоровье? Здорово. Что с температурой? Да-да, 52. Братан, у меня днем температура... Вот вчера ночью я померил, у меня нормально было. Вчера ночью я померил, 36,7 было, температуры не было. Но днем вот сейчас я ощущаю, что у меня температура 37,3. Вот такие вот делишки. Поэтому, что-то по поводу ипотеки, я вот... Была бы ставка не 19, не 20 процентов, ну давай 19 возьмем. А была бы процентная ставка там, допустим, 7 процентов. Это уже вот куда не шло, блядь. Вот с этим, вот это я бы переплатил. Знаете почему? Потому что я живу в квартире 2 года, и за эти 2 года я потратил на эту квартиру на аренду 4 миллиона рублей. За 2 года я потратил 4 миллиона рублей, которые просто отдались человеку. Квартира не моя. И моей не станет. Блядь, ну это какая-то рай, это рай, это сказка какая-то. Без запреток. Вот бы такую ставочку. Ну там Центробанк же определяет ставку. Он дает под 17, по-моему, 18 процентов банкам. Типа банки же не могут просто так взять и сделать такой процент. Но меня оформили, Лех, я могу на себя... Я могу на себя по 5 процентов взять. В смысле? В смысле? По инвалидности какой-то? У тебя инвалидность или какая-то схема? Ой, ну какая-то тема есть. Айти ипотека? Это что такое? Айтишникам по 5 процентов? Ипотека? Так я айтишник, ебать. Я сейчас пройду нахуй какой-нибудь курс. Ну там мало... А, в смысле в натуре? А как это работает? Сам работаю в банке. Нужно официально работать? Устроишь куда-нибудь? От 18 и 19 процентов. Но все условия рассчитываются индивидуально. Можно взять на максимальный срок и при этом закрыть досрочно. Ежемесячный платеж будет меньше. Леха. Привет, из Твери. Но у меня как досрочно это закрыть? Условно 5 месяцев. Вот ладно, под 19 процентов. Под 19 процентов рассчитать. Это вот ежемесячно лям. Это значительную часть своего заработка ты каждый месяц отдаешь в ипотеку на протяжении 5 лет. А за 5 лет хуй поймешь, что может произойти. За 5 лет хуй поймешь, что может произойти за 5 лет. И дай бог, чтобы все было лучше и все лучше и лучше и лучше. А если будет хуже? Как вот это закрывать? Так ты миллионером станешь. Ну. Как считается, когда ты становишься миллионером? Как это считается? Когда ты становишься рублевым миллионером? Откладывать нужно, Лех. Так я откладываю, у меня копятся деньги. Я трачу намного меньше, чем я получаю. 12 миллионов в год? Тогда ебать, я миллионер. Тогда я миллионер. Давно. У меня ровно 12 миллионов в год. Выходит. Да ясен хер, ты миллионер. Так почему? Очень много популярных людей, которые почти ничего не зарабатывают. Вот тиктокеры, например. Ну ладно, сейчас тиктокеры некоторые, большинство слились. Все, исчезли там. Вымерли, скажем так. А многие из них, ну, нормально живут. Валя карнавал, допустим. Да ебать, там вообще сколько бабок. Немерено. Долларовый, если что, миллион в год. Миллион долларов в год. Да? Это долларовый миллионер? Нет, я не долларовый миллионер. Леха, где Костя? Он чурил за хлебом ушел. Я не знаю, че. Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Что происходит с Костей? Я знаю столько же, сколько и вы. Может, чуть-чуть побольше. Я почти нихуя не знаю. Поэтому ждем. Че будет, я не знаю. Че он будет делать, я не знаю. И что с ним, я тоже не знаю. Без понятия, какие. Может, он вообще не вернется в медийку. Я вот хуй знаю. Ну, можешь просто депозит создать. Какой депозит? Вклад в банки? Чтобы гасить инфляцию просто? Или в крипту? А? Или в крипту? В ноткоин? Блядь, ноткоин недавно стоил. Просто он настолько сильно упал, потому что весь рынок крипты упал. И я вот думал, вот у меня там сейчас есть вот 10 тысяч баксов. Сейчас я туда залью. Но я что-то не успел, забил и забыл. Проходит 4 дня после этого. Я смотрю, на 70% поднялся. Просто было бы 17 тысяч долларов. Из 10 было бы 17 тысяч долларов за 3-4 дня. В хомяка? Да мне что делать нехуй, что ли? Я говорю, я деньги хочу зарабатывать, а не хуйней заниматься. Я шучу, ребят. Все, подниметесь реально. Хомяк ваш еще и поднимется, я охуею. Ютубом занимайся, зарабатывай больше. Я не горю ютубом, вот в чем дело. Я не отказываюсь от того, чтобы зарабатывать больше. Я бы вообще с хайфом, конечно, зарабатывал больше. Просто это, наверное, не то направление, чем бы я хотел заниматься. Именно в съемке видосов. Это, во-первых. Во-вторых, конкуренция ебанутише даже от моих... Ну... Не говоря о всем ютубе. Просто даже в моей компании, как минимум... Саня, Илюха, Ярик... Ладно, Фрамов, он не конкурент. У него там своя узкая тема. Раз в полгода видосы. Вот. Да. Продукты кормят. Ну, не в плане продукты... Продукты питания, а в плане вообще, типа... Человек... Медийный человек должен использовать свою медийку. Должен использовать свою медийку. И вот Илюха Эксел, банальный пример. Потрясающий. Потрясающий пример. Просто сделал и все. Красавчик. Сделал свою косметику. Развивает. Она его будет кормить до хуищей лет. Не то, что до хуищей лет. Да до конца, блядь, она его будет кормить. Приносить до хуя денег. Если в какой-то момент что-то надо будет, он ее просто продаст. Не, родной, не буду. Прости, пожалуйста. Да, Марик, спасибо тебе большое. Не буду, родной. А что, домик не снимите вместо хаты, но в том бюджете? Братан, потому что не хочется в Москву ездить. Потому что заеб. Не снимите вместо хаты. В том бюджете. Потому что в этом бюджете, чтобы снять домик хороший, это, блядь, ехать два часа от Москвы. Можно продавать шампуни и купить за год все, что захочешь. Люди начинают с нуля. У тебя с учетом медийности 9-10 шансов выстрелить. Просто выпустить хороший качественный продукт. Давай подумаем, что можем. Банф, здорово. Здорово. Давай подумаем, что можно. Я живу в доме на беговой, заебали по трешке гонять с своими акроповичами ночью. Вам что, гоночный трек, что ли? Братан, нужно было выбирать место. Я хуею. Да, ну на трешке пиздец. Да у меня тут, у меня тут каждую ночь челы, блядь, которые даже в пресне живут. Некоторые просто хуярят по кругу. Вот тут круговое движение. Они просто хуярят. И вот условно, два дня назад чел просто ебашил. Такой выхлоп у него был. Я вот хуй знает. Я не знаю, что это была за машина, но вот как будто громче моя М3. Моя М3 ебануто громкая, аж настолько громкая, что аж неприятно. И чел просто ебашит в отсечку на круговом, нахуй. На первой он, по-моему, ебашил даже. Просто на первой скорости, просто в отсечку, нахуй. Вот этот звук никогда... А когда... Вот такая хуйня. И ты в 4 часа... Ладно, я не сплю, я сижу за компом, но я даже встал, типа, такой к окну подошел. Нихуя себе, это что такое случилось, блядь? 4 часа, тут люди живут. И я... Я недавно погазовал для... Это самое... Мы там с Владом Роговским увиделись возле пресни. Я выехал на машине, и просто, чтобы он выхлоп послушал, я просто маленько на М1 погазовал. Не так, что, типа, 30 секунд без остановки ебашил. 7 секунд максимум. Просто... Все. Ко мне подбежает мужик, говорит... Блядь, ну нахуй ты это делаешь, мне говорит. Ну ты ж тут тоже живешь, блядь. Я говорю, в чем проблема? Время 17 часов. Он говорит, ну ты ночью тут хуяришь. А чьо ставь, что я тут ночью хуярю. Ни разу, блядь. Я к месту подъезжаю, сразу же выключаю М1, чтобы люди спали спокойно, блядь. Охуеть. Не, я вообще... Нет, если как где-то жилой район, я там не хуярю. Вот у меня такая хуя, как я, как Илюха Эксайл. Комфорт людей для меня выше, чем мой комфорт, к сожалению. Я не знаю, почему так. Вот я не могу забить хуй на это. Я когда проезжаю возле там, вот условно, хорошо вот тут есть, да? Вот я когда к Маку езжу, тут по Хорошевке, по Беговой. Кто знает, тут знает. Хорошевское шоссе. И там просто пятиэтажные дома, десятиэтажные дома стоят. Вот просто вот дорога, две полосы тут, две полосы тут. В обратную сторону. И вот пяти и десятиэтажные дома стоят. На протяжении там, ну не знаю, километра, полутора. Я никогда там не хуярю почти. Потому что мне неловко от того, что я мешаю людям спать. Своим выхлопом. Вот такая вот тема. Но как только я выезжаю куда-нибудь там на третье транспортное, либо днем. Вот днем везде. Базара нет. Вот извините. Если у вас ребенок спит, прошу прощения. Я буду хуярить даже возле жилого дома днем. Потому что не запрещено. Братан, я... Наверное, работаю, да. Наверное, это можно так назвать, да. Я работаю. Мы сделали два охуенных худока, я и... Мой очень хороший знакомый, Саша Сырник. Он делает пиксельные анимации для Глеба Костина. Может, видели? Все анимации там для бутерброда и так далее. Вообще почти все анимации Саши Сырник. Мы сделали два охуенных худока. Две охуенные зипки. Очень красивые. Сейчас сделаем техпаки. Отправляем их на производство в Китай. И вот. И вот, скорее всего, через... Ну, не буду загадывать, но надеюсь, что... В августе может быть уже партия. Там очень... Там очень два крутых худока. Просто пиздец. Они без принтов. Не вот эта вот детская темка, где вот просто вот такой... Ну, яркий принт. Они без принтов, но они охуенные. Потому что один из них розовый, другой черный с розовыми вставками. И в черном вот здесь вот, где локти сзади, здесь нашивки розовые, которые прошиты вот так срочкой. Бля, охуенно. И грязные, потертые, на черном еще кусочки краски типа розовые, поняли? В ЖК. Первоначальный взвод 10 миллионов. Срок кредита 5 лет и процентная ставка, которая сейчас может быть. Типа, ну вот обычно, я думаю, это даже 20 процентов. А что это за банки? Ну вот, они разные, потому что сейчас этот центральный банк дает процентную ставку 18 где-то процентов. Да я выкину всю. Ну, мам. Ну, я выкину. И поэтому 19-20 процентов это вот такой процент. И вот такая переплата за 5 лет. 4 охуенно хаты в электростале переплата. Надо было покупать, когда было 7. Чего? Надо было покупать, когда 7 было. Не успел. Ну, а что ты делал? Ну. Че ты делал-то? Не успел. Че делал? Бизнесом занимался? Деньги в бизнес вкладывал? Какой бизнес? Наши худишки. Да, конечно, наши худишки. А че нет? Почему такой худак дорогой? Это обычная цена. Че за худак? Это обычная цена для качественной шмотки. Потому что если ты хочешь худи за 3-4 тысячи, это вот из масс-маркетов, где делают сотни тысяч партий. Потому что цена зависит от количества. Условно, лайм какой-нибудь там масс-маркет делает в Китае шмотки. Они делают 100 тысяч, там, 50 тысяч у них партия. А когда ты делаешь партию 200 штук, у тебя и себе с ебанута здоровый. Поэтому да. Каждая деталька добавляет цену. Ты хочешь постирать худак, чтобы он был выстиранный? Добавляет цену. Ты хочешь его порвать? Это человек вручную будет сидеть и рвать, делать красиво. Это добавляет цену. Ты хочешь нанести какое-то распыление на него, чтобы он охуенно выглядел? Это добавляет цену. Ты хочешь что-то на него нашить? Это добавляет цену. Ты хочешь сделать принт, это добавляет цену. И вот, если ты хочешь худи из качественного материала, который придуман и проработан и охуенно выглядит, и качественный, а это будет стоить недешево. А 9 тысяч рублей, я считаю, что это дешево. За качественную вещь. Поехали. Спасибо. 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 Спасибо.